Привет! Меня зовут Оля, я занимаюсь фото- и видеосъемкой. И если вы тоже решили стать фотографом и сейчас в начале своего пути, то я представляю, как вам сложно, как много новой информации приходится держать в голове, а при этом еще и невозможно избавиться от мыслей, есть ли у меня талант, буду ли я успешным фотографом, смогу ли получать классные заказы и оценят ли мои работы в соцсетях. Но стоп! Постарайтесь сохранять спокойствие. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать, какие пять ошибок совершают все начинающие фотографы, причем не только про эти ошибки, но и про то, как их исправить. Технические ошибки наиболее частые у начинающих фотографов, и одна из самых распространенных – это ошибка в экспозиции. Например, вы снимали на улице, не заметили, как стало темнеть, не исправили вовремя настройки, и удачный кадр вышел чуть темноватым. Обидно. Но, как и обещала, рассказываю не только про ошибки, но и про то, как их исправить. Экспозицию можно очень легко исправить в фоторедакторе, а для начинающих фотографов отлично подойдет фоторедактор Фотомастер. У него понятный русский интерфейс и очень удобные инструменты работы. Как раз то, что надо, когда ваша голова и так готова лопнуть от новой информации и новых задач. Переходите по ссылке в описании, чтобы скачать программу Фотомастер и получить скидку 60% на полный доступ. А чтобы у вас не осталось сомнений, насколько это дельный фоторедактор, я покажу вам, как в нем просто подправить экспозицию. Сначала хочу показать, как работает автоматическое улучшение. Мне очень нравится эта функция. Просто нажимаю на кнопку, немного жду, и получаю сразу готовый вариант. Если нажать вот сюда, то откроется меню, в котором можно выбрать, с какими показателями будет работать программа. Можно включать и выключать их по желанию. А используя слайдер, можно менять интенсивность применения. Нажав на крестик, можно отменить автокоррекцию. Теперь я опущусь ниже, чтобы сделать коррекцию вручную. Мне нужен слайдер экспозиция. Двигаю его вправо, делаю изображение светлее. И еще добавлю контрасты. Конечно, стоит помнить, что возможности фоторедакторов не безграничны. И слишком пересвеченную или, наоборот, очень темную фотографию мы должным образом скорректировать не сможем, просто потому, что информация в светлых или темных участках будет уже просто потеряна. Вторая ошибка тоже касается технической части. Настройки камеры – это как фундамент удачной фотографии, без них, к сожалению, никуда. И это баланс белого. Баланс белого отвечает за правильную цветопередачу и выражается в кельвинах. У каждого источника освещения, искусственного или, будь это натуральное наше солнце, есть своя определенная цветовая температура. В зависимости от этого мы выставляем те или иные настройки баланса белого в камере. Но без должного опыта очень легко в них ошибиться. Или, например, если вы используете автоматический баланс белого, то тогда за вас будет решать камера. А поверьте, она тоже в большинстве случаев бывает далеко не идеально права. В общем, ситуаций, когда баланс белого может быть не совсем верным на фотографии – масса. Но есть и хорошие новости. Его очень легко подправить в фоторедакторе. Поэтому я перехожу в фотомастер и покажу вам, как легко и быстро исправить баланс белого на фотографии. Я уже поработала с экспозицией, потому что фотография получилась слишком светлой. Если, кстати, зажать вот эту кнопку, то можно увидеть, что было до. Отпускаю и вижу результат. Очень удобно. Теперь поправлю баланс белого, потому что изображение явно слишком синее. У меня на фотографии есть снег, поэтому за эталон я могу взять его. Нажимаю на пипетку и кликаю на снег. Программа автоматически поменяла температуру и оттенок. Но при желании их можно подкорректировать и вручную. Например, я хочу сделать чуть-чуть менее теплым. Для этого немного уменьшу значение температуры. Но, как и с экспозицией, с балансом белого надо стараться не допускать каких-то прям критических ошибок, потому что тогда даже фоторедактор уже не сможет нам помочь достичь действительно хорошего результата. Я уже рассказала про две ошибки, и обе они касались технической части. Но я подумала, что когда ты начинающий фотограф, то во время работы тебе надо держать в голове огромное количество информации технической. Это работа с выдержкой, какую диафрагму поставить, еще-еще много-много всяких настроек. И очень часто в этом сумбуре ты забываешь про композицию. Именно поэтому следующие две ошибки будут касаться композиции кадра. Заваленный горизонт – очень распространенная ошибка. Вы, конечно, научитесь с ней справляться, особенно когда настройки будут даваться легче, и все внимание вы переключите на творческую составляющую снимка. Но есть хорошая новость – эту ошибку также очень легко поправить в фотомастере. Я сделала для наглядности очень сильно заваленный горизонт. Теперь перейду в инструменты и выберу тут вкладку «Геометрия». Обязательно сразу включаю галочку «Показать сетку», чтобы корректировать горизонт не на глаз. И меняю показатель «Поворот», пока горизонт на фотографии не станет параллелен с ближайшей к нему линией. У меня уже была выбрана галочка на «Обрезать автоматически», а если ее отключить, то видно, как я повернула исходное изображение. Но мне, конечно, это в результате нужно не будет, поэтому возвращаю галочку и нажимаю на «Применить». Теперь представьте, что вы проверили все настройки, сконцентрировались на объекте съемки, сделали все идеально. Но когда смотрите результат дома на компьютере, то замечаете, что в кадр случайным образом попал столб, человек, куст, что-то, что вам там не нравится. Очень обидно. Но если это небольшая часть кадра, то ничего в этом страшного нет, потому что это очень легко исправить в фоторедакторе. Я хочу убрать с фотографии человека и мусорный бак. Перехожу в «Инструменты» и выбираю «Кадрирование». Тут сразу можно выбрать нужный формат кадрирования. Изначально открываются горизонтальные варианты, а если поставить галочку, то можно посмотреть и вертикальные. Ниже, в выпадающем меню, есть всевозможные варианты сеток. Просто выбираете нужную, и она сразу появляется на изображении. Я себе верну третий, а для кадрирования выберу «16 на 9», потому что это максимально близкий формат к горизонтальной фотографии в «Инстаграме». Нажимаю, и появляется рамка. Теперь, чтобы сделать кадрирование, буду просто тянуть за углы. Сначала с одной стороны, потом с другой. Зажав курсор, можно двигать рамку. Я сделаю это, потому что хочу, чтобы герой лучше попадал в треть. И еще немного подвину левую сторону. Все, нажимаю «Применить». Есть еще один способ убрать лишний объект, причем, даже если он находится не на краю фотографии. Я буду использовать инструмент «Штамп». Перехожу в «Ретушь». Сразу сделаю поближе, чтобы удаляемый объект было лучше видно. И выбираю «Штамп». Открывается панель с настройками, но меня пока все устраивает, поэтому я перехожу к удалению фигуры. Для этого, зажав курсор и не отпуская его, закрашиваю область, на которой находится ненужный объект, стараясь ничего не пропустить. Хотя слишком переживать об этом не стоит, потому что все эти действия можно повторять, пока не получите результат, который вас устроит. Как только я отпускаю курсор, появляется вторая область. Как раз та, с которой мы будем брать участок изображения для маскировки объекта. Поэтому я начинаю аккуратно двигать ее, пока не найду то положение, которое будет давать мне естественную маскировку. Например, мне обязательно надо подровнять горизонт, чтобы он смотрелся натурально. Вот так. Но все-таки я пока не совсем довольна результатом, поэтому нажимаю на кнопку «Новый штрих», чтобы убрать вот эту черную точку и какие-то еще ненужные мне фрагменты. Но сначала сделаю размер штампа поменьше, потому что и сама область удаления будет небольшой. И опять сначала выделяю, а потом выбираю область, которой буду маскировать ненужные элементы. Повторяйте эти действия, добавляя новые штрихи и маскирую то, что вам не нравится, пока не получите результат, которым будете довольны. Все, я тут закончила. Нажимаю «Применить» и верну исходный размер изображения, чтобы полностью оценить результат. По-моему, отлично получилось. Теперь то же самое я повторю с мусорным баком. Начну с более общей области, удаляя объект в целом. А затем доработаю детали, чтобы все выглядело максимально натурально. Уберу темное пятно на снегу. Добавлю новый штрих и подправлю кусты. Даже если вы в какой-то момент нажали «Применить», а потом решили поработать со штампом еще, или, может быть, даже спустя какое-то время вернулись к этой задаче, это не проблема. Выбирайте в меню вкладку «Штамп» и продолжайте работу. Вот тут был явно очень повторяющийся участок. Уберу его. И на этом все. Последняя ошибка, про которую я хочу сегодня рассказать, не касается ни технической стороны вопроса, ни композиции, даже не зависит от того, на что вы снимаете, на профессиональную камеру или на обычный телефон. Зато я уверена, что большинство начинающих фотографов ее совершают, причем, как ни странно, именно те, кто наиболее серьезно решил подойти к делу. Это страх практики. Обычно кажется, что вот я прочитаю как можно больше книг, статей, посмотрю все видео на ютубе, которые мне попались, пройду несколько курсов, наполнюсь знаниями, и только тогда пойду делать фотографии, чтобы показать свой талант миру. Но это так не работает, к сожалению. Фотография – это творческий процесс, и ни одна книга не сможет сделать вас фотографом. Поэтому, как только вы решили связать свою жизнь с фотографией, вам надо брать камеру, выходить хоть просто на улицу и делать снимки, совершать ошибки, признавать их, исправлять их на следующих снимках и так далее. Только комбинация практики и знаний сможет сделать из вас фотографа и помочь вам достичь действительно крутых результатов. Поэтому не бойтесь и дерзайте, и как можно больше фотографируйте. А у меня на сегодня все. Если это видео было вам полезным, то, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал Фотомастер, там еще очень много полезной информации. И хорошего вам дня и классных фотографий!